ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края 25 сентября Забайкальский краевой суд огласил приговор 21-летнему Андрею Борисевичу, который обвинялся в убийстве таксистки Татьяны Абрамовой в поселке Карымская. Как установило следствие, Борисевич 8 марта сел в такси под видом пассажира и назвал свой адрес. Но по дороге попросил заехать и забрать знакомых девушек в районе очистных сооружений. Там он напал на женщину, несколько раз ударив ее ножом. Таксистка пыталась убежать, но Борисевич догнал ее и добивал ножом, а когда он сломался, руками и ногами, а потом задушил. На угнанной машине Борисевич катался по поселку, пока не разбил, врезавшись в забор. Особых затруднений по расследованию самого дела у следствия не возникало. Дело в том, что сам осужденный был задержан в течение буквально нескольких часов после совершения преступления. Он изначально с предварительного расследования уже признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, указывал расположение всех доказательств, ну и другим образом, то есть активно способствовал раскрытию этого преступления. Что удивило следователей, ну и удивит любого человека, это беспрецедентное равнодушие осужденного к человеческой жизни, который буквально на следующий день рассказал своим друзьям о том, что убил женщину, а также циничность его друзей, которые первым делом, после того, как узнали, что у их друга теперь есть машина, владелицу, которую он убил, первым делом предложили ему съездить за наркотиками в соседние районы. На основании части 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступления путем частичного отражения наказания окончательно назначено 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 102 года и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он будет обязан компенсировать моральный вред в 3 миллиона рублей родственникам погибшей женщины и 148 тысяч за разбитый автомобиль. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забонфору.